Здравствуйте, друзья! Как обычно, по вторникам с нами в доле интересные стартапы. Сегодня я хочу представить вам настоящего волшебника. У нас в гостях основатель лаборатории трёхмерной печати Иван Мошкин. Привет, Иван. Привет. Иван один из первых, а может и первый человек, который привёз в Россию возможности из воздуха делать всё, что угодно. Практически. Расскажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь в лаборатории трёхмерной печати? Ну, для начала уточню, что мы делаем всё-таки не из воздуха. Ну, это я уж так, знаешь, метафора для пущей сказочности. Самый распространённый материал — это АБС либо ПЛА-пластик, и мы создаём, печатаем. Сейчас уже это называется печатью, либо выращиванием. Печатаем объекты. Любой желающий может нарисовать что-то или взять уже, скачать готовые объекты и распечатать вот для примера. Как у тебя там детскую игрушку, уточку, допустим. Если вы нас смотрите в интернете, то Ваня принёс целую корзину всяких штук, распечатаясь... Не, мне больше нравится выращенных всё-таки в этом 3D-принтере, и среди них попадаются довольно полезные предметы. Причём не только из пластика, но и из гипса. Скажи, пожалуйста, что из себя представляет лаборатория, сколько работает в ней человек, и какой объём заказов сегодня вы можете обработать? В лаборатории сейчас насчитывает небольшое количество человек. Постоянно в ней находятся 4 человека, остальные на аутсорсе, допустим. Наш пиарщик, либо бухгалтер, они приходящие. Принтеров у нас в работе больше 10 штук, и мы делаем, в общем-то, огромные заказы. У нас есть постоянные клиенты, квадрокоптеры, которые печатают подвесы для камер. Компании, которые занимаются макетами, макетированием, делают макеты целых городов. И они заказывают у нас печать этих мелких домиков, потом это ставят и выставляют на выставках. Скажи, пожалуйста, какой такой средний объём, оборот компаний сегодня в месяц, и сколько компаний лет? Компания у нас молодая. В общем-то, расти компания начала меньше года назад. До этого я был совсем один, почти год я занимался один этим, развивал. Начинал я с одного принтера, который купил, в общем-то, даже занял денег, купил принтер, собрал. Мне это понравилось, сразу же он продался у меня, и так пошла сборка и продажа. Через год, да, люди сами даже ко мне начали приходить и говорить, давай расширять это. Я взял одного сотрудника Сергея, он до сих пор с нами. И сейчас вот, да, взял уже людей на продажу, взял людей на обслуживание и так далее, обучение. У нас сейчас основные направления — это оказание услуг в виде печати, выращивания этих объектов. Потом второе по направлению сейчас очень активно — это аренда 3D-принтеров. Я первый в России, кто начал предлагать эту услугу. Тысячу рублей в день, да? Тысячу рублей в день, да. И сейчас еще эта аренда расширилась, начали люди просить для выставок принтера. И мы привозим принтер, настраиваем, человек стоит, печатает сувениры какой-то компании. И это такой бонус для компании. Поэтому очень вот на днях, ну, летом мы ездили к Майкрософту, они просили нас, и мы приехали, привезли им принтеры, показывали это все. Слушай, ну, как интересно, то, что казалось совершенно немыслимым, фантастическим, ну, в лучшем случае, игрушкой, да, вдруг превращается в абсолютно такую, ну, утилитарную вещь полезную. И мне кажется, еще не все даже возможности этих принтеров открыты. А как тебе вообще пришло в голову заняться этим бизнесом? По-моему, ты занимался до того, как купил принтер в долг, чем-то совершенно иным. Да, я раньше работал начальником IT-отдела, у меня был отдел, мы внедряли софт. У тебя инженерное образование? Да, у меня, я заканчивал Московское государственное горное университет, ну, специальность там САПР, система автоматизированного проектирования, в принципе, я по сути программист, но ушел больше все-таки в руководство людьми почти сразу же, через полгода после начала работы. Соответственно, работал начальником, одну компанию покинул и начал искать работу. И, ну, как-то это затянулось, и я решил, ну, пока я ищу, надо что-то еще попробовать, почитать. Так как много читал, форумов всяких, увидел 3D-принтеры, заказал, думаю, ну, ладно, подожду, пока он там, две недели он шел. Ну, подожди, заказал, вообще-то достаточно дорогая игрушка, и ты заказал ее с какой-то бизнес-идеей, или просто тебе хотелось в него поиграть? В основном, больше, наверное, сначала поиграть, потому что я не понимал еще всего рынка, я попытался найти людей, чтобы пообщаться на эту тему, но в России я не нашел никого. Поэтому, ну, думаю, закажу, посмотрю. Заказал в Америке? Да, это стоило там тысячу долларов с копейками, плюс доставка. Ну, в общем-то, оказалось не так дорого. И он у меня, я его собрал, и он у меня, можно сказать, на следующий день уже появились покупатели, потому что готовых 3D-принтеров, которые работают, за такие деньги не было в России. Были только промышленные. То есть, ну, получается, у тебя сначала была такая просто деятельность ритейлерская, да? Там купил задешево, продал чуть подороже в России. Нет, здесь сразу началось не простое, как сейчас люди покупают, купил, продал, а надо было купить, собрать, настроить и показать людям, что это нужно. А как ты понял вообще, как его настраивать и собирать, если в России не было таких? Мануалы на английском помогают. Слава богу, там, это компания Майкербот, они, в общем-то, выпускали мануалы с картинками. То, что было непонятно на английском, то допонимал уже на картинок. И опять-таки образование все равно помогало. Я любил всегда что-то собирать, разбирать. Руками делалось. А вот этот, собственно, пластик, из которого делаются расходники, из которого выращиваются модели, они идут с принтером вместе в поставке или их надо было отдельно покупать? В комплектации, да, там была небольшая бобина. Не то чтобы бобина, раньше шло матками. Сейчас проблем с пластиком нет. Есть российские производители, американские, китайские. Уже российские даже есть? Да, да. То есть, подожди, когда ты купил? Два года назад? Ну, это два года назад, да. То есть, за два года в России появился это, ну, не просто появился этот бизнес, это вообще услуга, но и инфраструктура выросла. Ну, инфраструктура растет пока медленно. Вот сейчас, допустим, вчера было два производителя новых пластика, приезжали ко мне, спрашивали, как делать, какие условия и так далее. И, соответственно, купили принтеры для того, чтобы испытывать свой материал. И тогда уже его предлагать на рынок. Потому что рынок растет, и материалы будут нужны. Единственное, в России пока плохо с выбором материалов. Производят только ABS пластик. Хотя в мире уже существует PLA-пластик, PVA-пластик, гибкий пластик, золотой, светящийся, с добавлением дерева. Любой. У нас пока в России с этим плохо. Но обещали, конечно, производители подумать. Но все это можно, в принципе, заказать. Да. Сейчас это все можно заказать на англоязычных сайтах, либо через Китай. Но в Китае реже как-то. Это напрямую можно найти. То есть, ты в основном из Америки все это привозишь? Хороший пластик, да. Америка, Европа. Вообще, эту историю придумали в Америке. И, насколько я знаю, в Америке достаточно распространенная вообще. Эта вся история с 3D-принтингом. Ее активно используют в образовательных учреждениях, в вузах. Да. Вообще, сообщество RepRap, оно образовалось в 96-м году, мне кажется. И оно очень лавинообразно начало расти за счет того, что каждый принтер мог напечатать следующий принтер. Запчасти для следующего принтера. Да ладно. За счет этого я тоже, в общем-то, выросла моя компания, потому что я начал собирать эти принтеры. Потому что у меня один стоит принтер, он печатает детали для другого, я его собираю. Этот продался, и я уже собрал следующий, печатая на нем... Слушай, как удобно, а? Съел картошку и тут же напечатал себе новую. Ничего себе. Погоди, погоди. То есть, есть сырье такого качества, что из него можно делать такие тонкие, высокотехнологичные вещи, как детали для 3D-принтера? Это сырье, я, к сожалению, не принес, не думал, что понадобится, идет в виде нити. Нити толщиной либо 3 мм, либо 1,75 мм. Эта нить подается в экструдер, там расплавляется при высокой температуре, и слой за слоем наносится объект и формируется. И так растет эта модель. То есть, ты покупаешь какую-то там, ну, вот эту бошку, грубо говоря, да? Катушку с нитками. С нитками, покупаешь камеру, в которой все это можно вылепить, а лепишь уже на месте. Да, и она потихонечку растится. Как интересно, продолжим после новостей. У нас в гостях основатель лаборатории трехмерной печати Иван Мошкин, 651099,6, наш московский телефон, сайт finam.fm. Заходите на страничку программы в доле. Да, у меня, конечно, они укладываются в голове. Я никогда не видела результатов работы 3D-принтеров. Я о них слышала, но я почему-то думала, что это все какие-то такие, ну, не слишком утилитарные вещи, не слишком функциональные. Ну, какие-то макеты, да, наверное, 3D-модели, чего-нибудь там, да, для архитекторов, для каких-нибудь конструкторов, строителей там и прочее. Но то, что из этого реально можно сделать предмет или, например, бижутерию какую-то симпатичную, у тебя на глазах вот сделали браслетик, это как-то вообще на грани фантастики. Да, к счастью, это становится уже, во-первых, входит в обиход, люди начинают понимать, что, ага, раньше там, да, только вот можно было макет создать. А сейчас игрушки детям можно распечатать, потому что даже не обязательно уметь рисовать, потому что эти все предметы уже есть на сайтах, есть база данных 3D-объектов. Такие шаблоны можно скачивать легко. Да, synchoverse.com, там больше 100 тысяч уже объектов, и, что хорошо, сейчас многие объекты позволяют модифицировать очень легко с помощью ползунков. Вы можете создать там какой-то уникальный чехол для айфона, там вот есть просто ползунками, он там настраивается, и вы получаете уникальную, эксклюзивную вещь, да, и ее сразу печатаете. А еще эта штука работает с гипсом, как я поняла, да, то есть для художников, архитекторов это тоже вполне такая полезная вещь. Если касательно материалов, есть еще не только гипс, есть еще фотополимеры. Но сначала про гипс. Гипс позволяет создать цветные красивые объекты. Вы всегда можете там напечатать церковь и сразу видеть, в каком она цвете выставить. Это выставочные экземпляры, это очень красиво и наглядно. Сейчас многие компании Nike, Adidas, Puma, они все закупили такие 3D принтеры и печатают первоначально вот эскизы моделей обуви, да, чтобы увидеть, посмотреть, красиво, некрасиво, цвета, сочетания и так далее. И можно это, можно сказать, потрогать. Да, конечно, это не будет мягко или надеть нельзя будет, но... Но визуально будет максимально близко к... К оригиналу. К оригиналу. А скажи, а с металлом работают эти принтеры? Сейчас появились, да, несколько компаний, которые выпускают металлом, но даже в России уже есть, я знаю, что купили таких пару принтеров, но стоимость очень высока. От полумиллиона это не без... Долларов. Да, полмиллиона долларов, это самая дешевая модель. Без налогов, без доставки, без установки и всего остального. Но если на них печатать золотые украшения, например, то это скоро купится. Нет, 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 там все-таки больше другие металлы, там двигатели внутреннего сгорания можно за один проход распечатать, что-то такое. Вы вообще слышите, уважаемые наши радиослушатели, двигатель внутреннего сгорания можно распечатать на принтере. Это же так или иначе, когда-нибудь эти принтеры вытеснят людей с рынка конструкторского, там, я не знаю, архитектурного и прочее. Как раз-таки, наоборот, архитекторы смогут реализовать все свои мечты. Они нарисовали и сразу же раз и распечатали. Во-вторых, удобно то, что это перераспределение производства. Не надо держать огромное производство где-то в каком-то уголке нашей страны. Один станок делает винтик, второй станок делает гайку. Да, у каждого есть свой станок и каждый делает какие-то свои изделия. И получается, нужно пересылать только сам материал. И получается, там раз, вот один дом, там, имеет 10 принтеров, что-то собрали вместе, каждый распечатал по чуть-чуть. Все, машину уже там собрали, готово. Это мне сразу вспоминается, по-моему, у Кира Балучева дома строились из шланга, просто поливались конструкцией какими-то жидкими кораллами. Так мы скоро дома будем выращивать в принтерах? Уже, уже, уже есть такие принтеры, которые печатают дома. Такие огромные? Да. Ну, по крайней мере, одна двухэтажная. Я видел, у нас есть видео, которое запечатлено, как это все. Соответственно, там экструдер немножко по-другому идет. Экструдер это что? Экструдер это устройство, которое именно выдавливает либо пластик, либо этот бетон, либо... А смотри, а как это вообще работает? Это же не в форму заливается жидкий пластик, да? То есть это не какая-то форма создается, а какой-то пистолет, да, расплавленный пластиком. Да, можно привести аналогию с клеящим пистолетом. Соответственно, с одной стороны подается проток, потом он нагревается и двигается через вот этот нагревательный элемент и выходит через тоненькое сопло, допустим, 0,4 мм. И такая идет маленькая ниточка, и эта ниточка наносится уже по заранее заданному траектории. По заданным координатам. Координатам, да. То есть ты даешь виртуальную форму, а он из нее формирует реальный объект. Да, человек загружает в программу STL-модель, либо там сейчас и другие можно. И программа уже нарезает на слои и показывает, как должен, куда должен двигаться экструдер, с какой скоростью подавать. И так постепенно формируется модель. Ну, наверное, есть минусы свои у этих принтеров. Насколько я понимаю, пока это все без шероховатости не обходится. Ну, как сказать, предмет, который у тебя в руке, браслет, он распечатан всего лишь 300 микрон. Рука, которая распечатана у тебя там стоит, там 100 микрон. Если ты посмотришь, то шероховатости почти нету, ну, по крайней мере, в три раза меньше. То есть его постфактум не нужно там как-то дорабатывать, шлифовать и прочее. Руку такую, да, предмет, это сразу же можно использовать, поставить, можно даже покрасить и все. Рука, друзья, это, ну, статуэтка, кисть руки объемная такая. Ну, а скажи, ага. Ну, опять-таки. Можно раскрасить, а можно сделать цветную. Да, можно, опять-таки, обрабатывать можно. АБС легко обрабатывается, там, ацетоном сглаживается, либо шкуркой, и потом покрасить можно в любой цвет. Вот, если ты посмотришь, там есть Халк. Да. Он просто покрашен специальными красками по пластику. Но, все-таки, возвращаясь к вопросам минусов 3D-принтинга, я так понимаю, что скорость пока... Минус пока это скорость, да. Понимаю. Это первый такой минус, но скорость постоянно растет. Когда я начинал, скорость была, мы печатали 27 миллиметров в секунду. Сейчас скорость средняя, на которой мы печатаем, это 80 миллиметров в секунду. Но, в принципе, мы пробовали уже и 120, и больше. Ну, вот одна деталь какая-нибудь для принтера, сколько времени? Самая минимальная деталь, самый маленький брелочек какой-нибудь, ну, там 5 минут мы машинки печатали на заказ. А вот эту руку? Рука часов 5-6 будет печататься. Допустим, вот вчера заказ поступил. Большой куб 160 на 160 на 160, он у нас печатается. Вот вчера мы его запустили, я сегодня приезжал в офис, он еще половину только распечатался. Вот, наверное, так интересно смотреть, как это все постепенно вырастает у тебя на глазах. Ты видишь, как это? Да, да. Интересно ходить, у нас стойку мы сделали, стеллажи, и ходишь по кругу, и смотришь, как на каждом что-то растет. Это вдохновляет, потому что ты прошелся по кругу, ага, все хорошо, пошел дальше что-то делать. Ну, я понимаю, что пока все-таки это еще один минус этого производства. Пока это не дешево, и сам принтер стоит не дешево, и, наверное, комплектующий тоже. Нет, все относительно. Принтеры сейчас дешевеют с каждым днем, есть уже дешевые по 30 тысяч и меньше. Но на них можно сделать только какую-нибудь игрушку. Ну, да, там качество будет не сильно хорошее, потому что там 300 микрон, самое минимальное. Ну, можно попробовать, конечно, но лучше все-таки там взять тысяч за 100. У нас сейчас самая популярная модель, это MakerBot Replicator 2. Она самая быстрая, самая точная, самая хорошая. Из пластиков, пластик сейчас очень дешево, там за тысячу рублей можно купить килограмм. Из килограмма получается килограмм изделий каких-то. А, да? Серьезно? Весит 10 грамм, считай, 100 браслетиков ты сможешь распечатать. То есть это совершенно такое безотходное производство, да? Нет, отходы какие-то есть, но они минимальны. Допустим, там идет ниточка для разогрева, чтобы пятно, или подложка под большие объекты. Да, она удаляется. Но это там до 50% максимум от всего. А сколько стоит сканер, который строит дом? Ой, принтер. Таких цен пока нету, но я, по крайней мере, не видел. Я видел, да, эти проекты, которые строят дома, но нигде официальных данных нету. А из чего он их строит-то? Тоже из пластика? Бетон. Бетон, специальный бетон подается. Также как на стройке есть бетономешалка, которая подает бетон. А здесь через этот экструдер, который выдавливает, также идет по заданному маршруту. По периметру. По периметру, и стенки эти заливает. Что хорошо, там всегда можно учесть, закладные поставить, где надо. Всегда изменить. Стены могут быть изгибающиеся. Не просто квадрат монолит. Поэтому это очень удобно. В нашей стране пока это тяжело представить, как это будет. Потому что у нас все-таки строительство монолит больше, чем. А вот в Америке, где тепло, там не обязательно иметь такие толстые стены. Там это вполне востребовано будет. То есть реально там за неделю построить домик. Обалдеть. С мощностью одной машины. А скажи, я знаю, что вот в Америке достаточно большой рынок, достаточно большое количество 3D-принтеров покупается системами образования. А для чего там их используют студенты? Студенты для того, чтобы, во-первых, научиться рисовать. Во-вторых, научиться моделировать в трехмерных редакторах. И самое полезное, что они все могут увидеть то, что они создали. Потому что очень много макетчиков, очень много конструкторов, которые только теоретики. А здесь получают они сразу и теоретика, и практика. Который сразу же потом распечатал и увидел, и может уже использовать. Распечатал, понял, что это работающий предмет и может уже сделать стартап какой-то. И запустить в производство. Да, для медиков, наверное, как это удобно. Интересно, а можно какие-нибудь зубные протезы делать? Да, есть уже принтер 3500 HD, по идее, версия. Она уже делает все эти зубы и все остальное. Ничего себе. Есть, по крайней мере, я уже видел, присутствовал при этом. Мы, в принципе, с нашими партнерами продаем такие принтеры. Да, дорого, но в России я уже знаю, что есть некоторые стоматологи, которые купили такие принтеры. Вот это да. И, наверное, как удобно, когда ты можешь сделать 3D-модель какого-нибудь органа и на нем изучать всевозможные болезни. У нас, допустим, еще год назад к нам приходили хирурги с сканом в мозг девочки. Мы полностью его распечатали. И это был тестовый образец для предоперационных действий. Они на нем изучали, как скрывать ей череп. То есть, в принципе, это не только коммерческая история, но она на самом деле может вполне послужить человечеству и побороться с некоторыми нашими серьезными проблемами. Ух ты, друзья! Говорим о трехмерной печати и продолжим после новостей. Сегодня общаемся с основателем лаборатории трехмерной печати Иваном Мошкиным. Хотя, конечно, термин «трехмерная печать» в полной мере не может передать, как мне кажется, того факта, что это абсолютный какой-то креационизм. Вот не было ничего, а вот у тебя в руках совершенно готовый предмет, которым ты можешь пользоваться просто из воздуха практически. Ну, хорошо, из мотка пластика или, не знаю, гипса, из кучки бетона ты создаешь функциональные объекты. Это удивительно. И это, конечно, совершенно на грани фантастики. Я думаю, что какие-нибудь писатели-фантасты середины 20 века, которые не дожили до этого момента, они были бы в полном восторге, увидев, как их идеи реализуются. Ведь, наверное, я и придумал же… Может быть, да. Это же придумал какой-нибудь фантаст. Из фантастов, да, люди потом подумали, а почему бы так не сделать? Потому что очень многие люди там смотрят какие-нибудь фильмы фантастические и потом думают, а почему бы так не сделать? И это, я считаю, в общем-то, правильно было. Надеюсь, так и было. По крайней мере, мобильный телефон и видеосвязь, и интернет как раз, мне кажется, были точно придуманы фантастами в свое время. Да, старичок Уэллс был бы рад. Познакомиться с Иваном Мошкиным. Ваня, скажи, пожалуйста, а в России-то вообще образовательные какие-нибудь структуры обращаются к вам? Вузы, я не знаю, там школы какие-нибудь, дизайна? Ну вот, получается, знакомство с городом и с какими-то благами для предпринимателей я начал с школы, международная школа бизнеса. Я узнал, что они проводят бесплатные семинары для предпринимателей, для малых предпринимателей. Я пошел неделю отучился, пообщался с кураторами, и они, в общем-то, рассказали, показали, что да, сейчас город начинает помогать, во-первых, предпринимателям, вставать на ноги, и они хотят делать так, чтобы росло образование. Сейчас мы подаем заявку на субсидию. Для начала там маленькая субсидия просто как помощь. А следующую субсидию мы договорились подать в таком виде, что мы будем заниматься обучением. Обучением детей. Работе на этих принтерах. Не только работе с этими принтерами, но и моделированию. Моделирование, вообще, общеобразовательное такое. Мы заключим контракт с несколькими школами в центре. Так как мы сейчас на Китай-городе переехали в новое помещение, то там, в общем-то, мы сделаем лекционный зал для того, чтобы обучать детей, показывать, как рисовать, как программировать, как потом распечатать, и что потом с этим можно делать. А с какого возраста ребенок может уже начать учиться этому? Как думаешь? Я видел детей с пятилетнего возраста, которые на iPad рисуют, есть программки, которые рисуют, и она автоматически уже создает, вытягивает этот объект. И просто по наброску можно уже создать трехмерный объект, который можно потом распечатать. Поэтому, нет, мы, наверное, начнем с какого-то пятого класса. Пока, потому что у нас нету петообразования, чтобы поработать совсем с маленькими. Но какие-то пятиклассники, а лучше там десятиклассники, которым может помочь определиться в жизни, что же им надо, мы вот начнем с них, наверное. Это что-то типа, как у нас в школе было УПК, да? Да, 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 проф-какие-то образования. Ничего себе, повезло ученикам центральных московских школ. Ну, еще пока не повезло, мы еще работаем над этим. Но, опять-таки, мы сейчас по средам проводим курсы, обучающие трехмерным редакторам, бесплатным, либо платным. Для детей в том числе? Ну, в основном, все-таки, наша аудитория – это работающие люди. Дети не приходили пока, потому что, ну, не знаю, это надо заинтересовать родителей. Когда мы на форумах различных общаемся, там, да, дети очень сильно смотрят, им интересно. Некоторые даже думают, о, папа, там рассказывают своим родителям, как печатать трехмерный принтер. Возвращаясь к детству твоего бизнеса, я напомню нашим слушателям, что ты купил первый принтер в долг просто ради прикола, собрал его и тут же продал, потому что оказалось, что это очень востребованная история. А как тебе пришло в голову, во-первых, все-таки заняться самому производством трехмерных выращивания всяких штук? И ты же, по-моему, один из немногих, а может быть, единственный сейчас в стране, кто не просто эти принтеры продает, а еще их производит? Или уже нет? Нет, я не единственный. Я, к сожалению, долго шел к этому, к сожалению. Надо было чуть раньше увидеть о том, что все-таки... Возможность. Да, возможность, что надо было либо занимать денег, развиваться надо было активнее, конечно. Но я всегда действовал по принципу, развиваясь на свое. Что заработал, тем и рад, как говорится. Сейчас я понимаю, что да, надо было просить у государства, надо было там брать в долг, чтобы быстрее. Потому что начал, как я, да, купил, продал, собрал. Потом я понял, что очень долго все это идет. Месяц, иногда два в Новый год. Я начал собирать RepRap принтеры. Сначала сам собирал, потом... Поясни, пожалуйста, RepRap, это половину из которых ты сделал здесь, на месте. Да, RepRap это сообщество самовоспроизводящихся принтеров, которые печатают сами детали для себя. Те пластиковые детали, которые в принтере, они сами себя печатают. Я их начал печатать. Сначала там Mendel, потом... Их много очень разных моделей. PrintBot. Потом вот последнее, что я делал, это Mendel Max. Очень качественно, уже с двумя экструдерами. Но потом со временем понял, что надо, наверное, все-таки двигаться к своему принтеру. И вот сейчас мы уже несколько месяцев разрабатываем свой принтер. То есть вы конструируете свой собственный эксклюзивный принтер? Да, мы рисуем. Так как у нас опыт уже с различными принтерами есть, то мы пытаемся создать что-то уникальное и удобное в обслуживании. Потому что есть очень много у всех недостатков. Мелких, но все равно неприятных. Например? Как почистить сопло? Забилось плохим китайским пластиком. Надо разобрать полпринтера, чтобы его почистить. Мы делаем так, чтобы либо оно совсем не забивалось, либо если забилось, то легко было почистить. Удобство увидеть, где бобина стоит и сколько осталось пластика. Если пластик закончился, то чтобы он поставился на паузу. Очень много таких мелких нюансов, но которые... Юзерфрендли. Юзерфрендли, да, сделают этот принтер. У нас есть звонок от Дениса. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, я хотел бы в эфир попасть. А вы уже в эфире. Добро пожаловать. Финал ФМ. Программа «Вдоль». Слушаем ваш вопрос. Господи. Я не в тот эфир звоню. Я, наверное, жаль. Заслушался, бедный. Хотел позвонить про УДО и спросить, а попал к нам. 65 10 99 6 наш московский телефон. Звоните в тот эфир. А если у вас проблемы с телефонной связью, заходите на финал.фм, страничку программы «Вдоль». Вот Иван интересуется. Повлияет ли производство собственных принтеров на цену? Ну, очевидно, на цену того, что они производят, и, может быть, на цену самих принтеров. Да. Цена принтеров по сравнению с американским, они будут меньше. По сравнению с китайским, может быть, будет чуть больше в начале, но будет больше, пока не вырастет производство. Мы наращиваем свои какие-то производственные мощности и будем обращаться еще к поставщикам. А ты сам занимаешься конструкторскими вопросами или нанимаешь людей? У нас есть сотрудники, которые хорошо рисуют. Сначала мы сами рисовали. Вот мы создали первую версию, уже собрали полностью, запустили. И поняли, что что-то мы не учли. И мы сейчас, к сожалению, начали вторую версию. Мы ее пытались анонсировать, потом, слава богу, успели снять все анонсы, потому что нам не понравилось самим. А если не нравится самим, то надо заворачивать. Мы сейчас полностью перерисовали и сейчас отдадим в производство. К сожалению, вот еще есть проблема с производством. Вроде бы у всех оборудование есть, но, во-первых, заказы все просят в Москве от 50 тысяч или от 10 тысяч штук и так далее. То есть нужны очень серьезные объемы, да? Да. А вот ты приходишь, есть фаблабы так называемые, но в них тоже тяжело попасть, чтобы что-то сделать. Либо там нет тех материалов, которые тебе нужны. И получается сделать предсерийный образец очень тяжело. С этой точки зрения, мы сделали шаг навстречу тем людям, которые тоже так же мучаются. Предсерийное производство. Мы печатаем как раз-таки предсерийные материалы. Мы сдаем в аренду принтеры, чтобы человек мог прийти, попечатать что-то, посмотреть, нравится это ему или нет. Если у него там вышел макет, который ему нравится, он его отдает уже в серию. Потому что первый макет очень... Всегда, если сразу сделать отливку, она стоит там 10 тысяч долларов. Это очень затратно. А здесь человек за тысячу рублей получает макет и понимает, работает это или нет. 65 10 99 6 наш московский телефон. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Я хотел бы задать такой вопрос. А вот электронные платы, они тоже все стандартные. То есть существует выбор этих электронных плат. Там разные производители под эти принтеры производят. И программное обеспечение. Оно тоже стандартное? Существует несколько программ? Или вы сами разрабатываете программы? Спасибо большое. Да, интересный вопрос. Смотрите, платы... Сейчас очень много различных плат. Каждый производитель пытается сделать что-то свое. Но есть много универсальных, допустим, RAMPS 4, который мы, в общем-то, иногда используем. Sanguino Lolo самый дешевый вариант, допустим, можно самому собрать на нем. Мы вначале будем выпускать свои принтеры на, скорее всего, на каких-то известных уже хорошо зарекомендовавшихся оплатах. Потому что они делают их тысячами. И это выходит пока дешевле, чем мы сделаем мелкую партию 50 штук. А софт? С софтом очень много open-source софта, который бесплатен. Мы нашли тот софт, который нам нравится. Потому что создавать свой софт, да, имеет смысл, когда ты уже огромная компания. И тогда можно с нуля. Мы нашли тот софт, который нам нравится. Он уже русифицированный. Мы просто вносим свои профиля, вносим свои настройки, дорабатываем его. И уже он будет выпускаться у нас с этим софтом. А так, в принципе, чаще всего каждому принтеру идет свой софт. Но чем хороши те принтеры, с которыми мы там используем MakerBot, у них нет привязки, жесткой привязки к конкретным программам. Поэтому они удобны. Но судя по тем шагам, которые ты как бизнесмен предпринимаешь, до огромной компании, в общем, не так далеко. Ну да, надо сделать какой-то такой шаг, не побояться этого. Потому что, ну да, у меня не было раньше своей компании. Поэтому у меня идет рост. К сожалению, медленный, но все равно рост идет. И я этому рад. Скажи, пожалуйста, когда ты понял вообще, что у тебя не просто там симпатичная контора, которая занимается интересным делом, инновационным, там ты стоишь у истоков какой-то большой, новой волны технологической в стране. А когда ты понял, что это реальный бизнес? Ну, когда увидел, во-первых, обороты какие-то есть. Все равно это смотришь. Раньше я там, да, у меня на счету бывают какие-то, ну, раньше я покупал, там 50 тысяч ты заплатил американцам, и ладно. А сейчас уже это там миллионы какие-то обороты. И уже удивляет. Миллионы рублей? Миллионы рублей, да. Ну, пока это не так много, для производителей крупных это звучит, но для меня это все равно. Рост есть, там, 50 тысяч или несколько миллионов заплатить. И, конечно, начинаешь наступать на какие-то грабли. Например? Раньше я был там ИП, потом один раз заплатил 300 тысяч государству НДС, который не вернулся. Резко понял, что пора становиться ООО. Стал ООО, соответственно, сейчас боремся с НДС. Возврат, невозврат. В Москве, к сожалению, НДС не любят возвращать. Поэтому приходится искать пути правильные такие, чтобы не нарушать закон и работать хорошо. Да, но при этом ты нашел способ, как бы, поддержку найти у правительства. С нами вдоль основатель лаборатории трехмерной печати Иван Мошкин. Мы рассказываем вам о том, как можно из идеи вырастить реальные объекты. Теперь, благодаря принтерам, оказывается, можно уже не просто создавать функциональные детали для пластиковых моделей. Да, для, вот, как это называется, хели... Хеликоптер. Ты говорил. Хеликоптер. Ну, это вертолетики для камер. Да, да, с тремя-четырьмя винтами и там больше до восьми винтов. Вот, можно создавать детали для двигателей внутреннего сгорания и сами эти двигатели. Можно строить дома. Наверное, скоро можно будет уже и кулинарии это все применять. Уже есть букабот, который на пицце рисует вам кетчупом и всякими разными приправами. Это тяжело, конечно, назвать кулинарным принтером, но все равно есть, по крайней мере, в этом направлении ведутся работы. Допустим, мы еще год назад, я пробовал печатать шоколада. Ну, не сильно хорошо у нас получалось, но вот сгущенкой на печенюшках мы печатали. Это было очень увлекательно. Сейчас, в принципе, никаких проблем нету сделать какого-нибудь черепашку из шоколада, распечатать ее. То есть это, в принципе, вот, я так понимаю, это и фан, с одной стороны, такое дополнительное развлечение и все-таки вещь полезная. 65 10 99 6 наш телефон московский. Здравствуйте, Юра. Здравствуйте, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, принтер этот может, допустим, существует, уже имеющаяся игрушка или деталь пластиковая, и на нее нарастить еще что-то? И второй вопрос. Существуют ли такие детали, которые принтер этот еще пока не в состоянии воспроизвести? Например, я не очень разбираюсь в геометрии, но есть такая лента, такая бесконечность. Мебиуса. Да-да-да, вот эта лента Мебиуса, допустим, принтер способен создать. Спасибо. Ну и вообще есть такие детали, которые он не может сделать пока еще. Спасибо большое. Мне кажется, лента Мебиуса, это какой-то вирус должен быть для принтера, который взорвет ему бошку. Смотрите, начну с первого вопроса. Чаще всего, если принтер уже остановился или этот, то он не печатает на следующий предмет. Лучше печатать сразу, либо заново уже напустить этот предмет, либо нарисовать эти два предмета так, чтобы потом их можно было соединить. Потому что по умолчанию в принтере сделано так, что он уходит в хом, ну, домой как бы. Это в ноль. Он касается соплом этой платформы, на которой все липнет. Теоретически, если немножко подкорректировать код, то да, можно будет. Но сам пластик уже не прилипнет к остывшему объекту. И опять-таки, он не факт, что будет ровный. Поэтому лучше проектировать сразу изначально два разных объекта и их потом соединять. Так, а есть ли какие-то вещи, которые пока принтеру не подвлажны? По второму. Мы, например, печатали, как она там, ваза, мебуса или еще какая-то тоже, которая перетекает друг в друга. Да, это она печатала. Про вот эту ленту я, к сожалению, не в курсе. Ну да, некоторые предметы, он... Есть какие-то геометрические формы, которые пока ему не даются? Любую геометрическую форму можно распечатать. Просто некоторые формы используют поддержку. Как это? Вот, допустим, собака. Вы печатаете собаку. И начинается с ног, а посередине и над головой печатается поддержка, которая потом физически удаляется. Либо печатается вторым материалом, который, допустим, материал PVA, который потом кладется в теплую воду, и он растворяется. Это как стежки. Прежде чем что-нибудь зашить на машинке, ты руками наметываешь, да, получается? Да, можно так. Но оно поддерживает, соответственно, когда дойдет до головы, начнет печататься голова. Когда дойдет до тела, начнет печататься тело. Поэтому, в принципе, нет каких-то таких ограничений. Ограничений сейчас это размер рабочей области. Там самый распространенный принтер у нас 285 на 150 на 150. Такой большой кирпич. Там есть более квадратные принтеры 200 на 200. Наш принтер, который мы хотим создавать у нас будет 250 на 250 на 250, по идее. Если получится после тем, может быть, 200 будет. Возвращаясь к бизнесу, смотри, как далеко ты зашел от покупки одного принтера. Ты сдаешь их в аренду, ты производишь на них разнообразные предметы, ты взаимодействуешь с медициной, образованием правительства Москвы. Это всякие социальные проекты. В конце концов, ты конструируешь свой собственный принтер. Какие дальше планы, как ты собираешься дальше развивать свой бизнес? И как молодой предприниматель, где ты находишь поддержку и черпаешь знания? Черпаю знания в основном, в общем-то, так как мои сотрудники постоянно, как и я, сидят в интернете, то мы черпаем из интернета, из сообщества. Даже устраивая какие-то внутренние лекции, приходят люди, и общаясь, мы находим какие-то новые решения. Поэтому идет постоянно. У нас даже на сайте сейчас форум, в общем, раньше сначала я отвечал, сейчас форум живет своей жизнью, люди начинают общаться. И выдвигать какие-то новые идеи, предлагать решения, как лучше напечатать. Мы еще, вот ты не сказала, мы еще осуществляем гарантию. В России очень мало кто этим озабочен. К нам приносят принтеры совсем других компаний, которые, там, мы их не продаем, мы там с ними нет, но они к нам приносят, потому что мы умеем ремонтировать. Да, настраиваем, мы обучаем, как работать с ними. Это очень такой востребованный рынок, и мы этим занимаемся, нам это нравится. С точки зрения наших среднесрочных планов, то вот сейчас это выпуск своего 3D-принтера, увеличение оборотов, соответственно, уменьшение его стоимости. Этот принтер мы будем выпускать как open-source, он будет с открытым кодом. Каждый сможет что-то улучшить, подсказать, и за счет этого принтер получит свое распространение. И превратится в совершенство. Да, со временем, я на это надеюсь. А если долгосрочный, то вот все-таки у нас обучающий центр с большой проходимостью, плюс свое производство этих принтеров. Еще, конечно, мы посматриваем на 3D-сканер. Ну, мы пробовали, да, у нас есть, но свой, конечно, пока тяжело. Нужны люди, софтверники, которые будут писать, пока это накладно. Еще смотрим, соответственно, на принтеры более дорогие. Это порошковая печать, либо жидкие полимеры, он очень точный. Да, хотим свое, но пока решили, что сосредоточимся все-таки на среднесрочных свой принтер. Это вот такая мечта. А, соответственно, находить поддержку будем, да, у государства. По крайней мере, со временем находятся люди, которые, да, подсказывают, а почему ты там вот эту программу не берешь, почему ты там вот эту. Сейчас очень много стали обращаться в венчурные фонды, сами стали предлагать деньги. Раньше я там искал деньги, а сейчас они сами ходят и предлагают. В общем, можно выбирать. И поддержка все-таки, ну, да, там, семья основная поддержка. Потому что, да, иногда говорят, бросай это, иди работать на постоянной работы, будешь меньше работать. Потому что уходишь рано, приходишь поздно. И иногда в субботу у нас то аренда, то еще что-то. Поэтому родные меня редко видят. Дмитрий, 651099,6, наш московский телефон. Здравствуйте, ваш вопрос. Алло, здравствуйте, слышите меня? Да, прекрасно слышно, говорите. Здравствуйте, у меня два вопроса к гостю, постараюсь быстро. Первый вопрос такой. Как вы считаете, через сколько лет, когда вот трехмерные принтеры смогут применяться не только там в домашнем использовании, моделировании и там в производстве отдельных деталей, ну, в массовом производстве товаров, именно вот, серийном. И второй вопрос, более простой. Какой смысл делать принтер с кубической формой рабочей области, там, 25 на 25 на 25? Если при необходим, ну, как бы, любой предмет, он же всегда хоть немножко вытянут. Его можно повернуть так или иначе. И мне кажется, что две, ну, как бы, рабочая область вытянутая, она бы более эффективно использовалась, потому что... Зачем куб? Они параллельные принтеры? Да, да. Спасибо. Ну, по поводу квадрата, обусловлено самой конструкцией принтера. И еще большой вопрос в нагревательных платформах. Они всегда выпускаются чаще всего квадратными. Либо 30 на 30, либо 25 на 25, либо 20 на 20. А высота, ну, 25 вполне достаточно. Больше смысла нету делать в какую-то сторону, потому что сейчас все равно ограничение – это время и свойства пластика. Если будет создан такой пластик, который не ведет по углам, не отлипает и так далее, то да, можно будет вытянуть в какую-то сторону. Ну, вот этих размеров, как показывает практика, этого достаточно. Ну, а когда, как ты думаешь, действительно мы начнем производить на этих принтерах одежду? Я бы вообще вот представляю себе, что у каждой домохозяйки в доме, если этот принтер сломался, дуршлаг, раз слепила быстренько за ночь новую, и все очень полезно. Но, смотрите, с точки зрения именно производства таких конечных вещей, я думаю, что это пройдет еще минимум пару лет. С точки зрения создания прототипов, да, это сейчас уже используется. Уже ведь с нейлоном работают некоторые принтеры. Да, я увидел уже предметы, сумки из нейлона, ремни женские из нейлона, которые, в общем, гнутся и нормально. У нас, а, я не принес, у нас есть шарик распечатанный из нейлона, он гнется. Но очень пока капризный материал, он друг к другу сам к себе липнет, а проблема его прилепить к платформе. А, поэтому... Ну, лет 20, да? Не, не, два года. А, подожди, два года и будем одежду на принтерах печатать? Одежда сейчас уже печатается на принтерах. А в серийное производство? Серия, вообще 3D-принтер и серия вещи несовместимы. Пока несовместимы. Да, вы можете индивидуально себя обеспечить с помощью этого 3D-принтера. Распечатать там кожаные ремешки какие-то другого цвета, там всю бижутерию, элементы одежды, там, да, в дома крючки какие-то. Пока легкая промышленность и китайцы будут всегда вместе. Да, смотрите, если это касается тысячи штук и так далее, то Китай победит пока, потому что это выгоднее. Скажи, пожалуйста, а можно к тебе... Я вот понимаю, что моему 8-летнему сыну будет безумно интересно посмотреть, как это все происходит и выращивается. Можно прийти к тебе и с ребенком посмотреть? Да, конечно. Мы сейчас находимся в центре метро Китай-город. Всегда рады видеть гостей и интересующихся людей. Мы работаем с 10 до 20, чаще всего с понедельника по пятницу, но бывает такое, что и в выходные надо звонить. Прийти просто поглазеть абсолютно реально. Мешать мы вам не будем. Наш сайт lab3dprint.ru Спасибо огромное, Иван Мошкин, лаборатория трехмерной печати. Всего доброго. Были с нами в доле.